Я вас приветствую, друзья мои! Сегодня пятница. Я на вас смотрю, вы на меня смотрите. Я, правда, вижу только себя, а вы видите меня. Это уже замечательно. Итак, знаете, есть хорошее правило. Все, что движется, все, что повторяется, все, что развивается, имеет перспективу. И наши с вами встречи уже стали традиционными. Значит, мы с вами имеем перспективу к развитию, к преодолению всего того сопротивления, которое сами себе выдумываем. Никто нам больше ничего не выдумывает. Мы сами мастаки. И для этого очередная пятница. Ваши вопросы, мои ответы. И мы обязательно во всем разберемся. Я готова отвечать на ваши вопросы. А вы, пожалуйста, будьте повнимательнее. У нас же с вами основная задачка — научиться слышать. Слышать, что происходит. Слышать другого человека, слышать себя в первую очередь. Итак. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Очень радостно вас видеть. Спасибо огромное. Доброго вам вечера. Взаимно. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от страха? Совсем недавно осознала, что все мои откаты в худшую сторону слабости связаны с внутренним страхом. Страх меня парализует. Я словно перестаю двигаться, жить. Боюсь всего. И страх скорее, как в кино, нереалистичный. Но всегда связан с испугом, агрессией, потерей свободы, смертью. Условия жизни и семья у меня сейчас хорошие. Да и серьезных, нерешенных задач нет. Не знаю, как избавиться от страха. Заранее вам спасибо. Ключевое слово, да? Та причина, которую вы уже озвучили, вернее написали, но ничего пока не осознали, это на сейчас. Значит, у вас четко идет разделение между тем, что сейчас, и то, что было когда-то. Вот в том когда-то, когда будучи вы еще там маленькой, молоденькой, ничего мало, чего понимающий, осознающий, и произошло какое-то серьезное событие, которое, собственно говоря, в ментальном таком нашем мысленном пространстве, в бытие внутреннего порядка, и зафиксировалось как ужасное, непреодолимое и безнадежно вами неосознанное. Вот давайте теперь посмотрим. У детей образное мышление, оно такое, знаете, феерично красивое. Дети вообще, они пока не окунулись в наши с вами придуманные жизни, они открыты абсолютно. Вот и у вас. Значит, представьте картинку. Вот есть чистая поверхность, условно такая красивая, достойная тарелка. Вот перед собой, представьте, попробуйте это представить перед собой. Есть тарелка? На тарелке передвигаются какие-то люди. И вот то, что вы видите в своей сегодняшней реальности, какое-то событие, оно идентично вызывает биологическую, такую гормональную, эмоциональную встряску. А вы этого не осознаёте, потому что событие было давно. Попробуйте завести себе просто правила. Утром ли, вечером, в обед ли, неважно. На этой тарелке увидеть то, что вас в детстве страшило. Это могут быть люди. Это может быть ситуация какая-то очень банальная, случайная, но эмоционально ранимо запоминающаяся. Вы, условно, с мамой переходили дорогу, и там машина переехала, там подъехала где-то, там что-то. Или на ваших глазах что-то произошло. Там участвуют люди обязательно. Или это событие, которое вы наблюдали со стороны, но оно нанесло вот такой вам внутренний ущерб. Вы не смогли в том своём возрасте его для себя разобрать на части и потом сложить и понять, как же это произошло. Вот просто представьте, любую белую тарелку перед собой, и двигающиеся события, двигающиеся люди, что-то передвигается, что-то происходит, и вам нужно увидеть стыковку. А ключом к этому всему является ваше изменение настроения. Оно же не меняется просто так. Оно меняется по отношению к чему-то. Вот страх включает состояние безысходности, такой внутренней непонятности, что же делать. Значит, и ситуация, которая включает ваш этот страх, она идентична тому, что происходит в той или иной сегодняшней вашей ситуации. И теперь нужно понять, это просто ситуация или это обязательно человек, который запускает в вашей голове изменение вашего настроения, изменение вашего эмоционального фона. Это может быть мужчина или женщина. Это может быть в какой-то там квартире, куда вы приходили или где вы находились. Или это просто, вы идёте по улице и ситуация. Вот вы идёте, и дорога, условно, перегораживает вам какой-то грузовичок. И у вас начинается паника. Значит, тогда на той пресловутой тарелочке нужно просматривать, где была такая ситуация. Вы же все очень себя боитесь. Ну, боимся и с расчёта того, что мы себя жалеем. Нам же было плохо, нам же было жутко, нам было неприятно, нам там нас не любили, нас не ласкали, нам не давали. Это всё, значит, изворотливость ума. А если эти эмоции убрать, кто там чего не додал, ну, вот эти долговые обязательства немножко в сторону, а попытаться увидеть, в чём идентичность или человека, или ситуации, из-за которой у вас портится так здорово настроение, настоящее состояние ступора. Из ступора выходим тоже очень просто. Начинаем движение, пускай по стеночке, начинаем, заикаясь, кому-то что-то говорить, с кем-то общаться, куда-то передвигаться. Для того, чтобы… Потому что любое гормональное нарушение в теле — это состояние или парализации. Я или бью, или сбегаю. Или умираю. Вот всё, что умирает, оно должно разлагаться. Значит, вот вам нельзя, чтобы вы бессознательно, без конца заставляли себя, ну, как-то внутри, вот, распадаться. Я хочу так говорить, так со слова подбирать, чтобы не было более жутко. Просто заведите привычку. Не бойтесь. Вам нужно увидеть две вещи. Когда в действительности, в реальности, в которой мы с вами находимся, это начинается при помощи чего? Это человек или ситуация? И потом нужно увидеть развитие событий в образе перед собой для того, чтобы его переписать. Если вы остановились, или вам там, ну, условно, кто-то там на вас накричал, или у вас что-то отобрали, или вас кто-то не защитил, или там кто-то вас напугал, вам нужно начать это событие развивать. Вам нужно выйти из этого, там, нужно кого-то взять за руку, там, или защитить себя. Обычно, если что-то связано с такой безысходностью очень жёсткой, то не имеют руки или ноги. И это, если ноги, то нужно идти, если руки, нужно учиться защищаться. Вот попробуйте с этой стороны и не бойтесь, потому что ужас-вистом, ваш страх — это далёкое прошлое. А туда нужно сходить и переписать это прошлое. По-другому переписать ситуацию, в которой вы этот страх обрели, не потому что вы плохой там какой-то человечек или ещё что-то, а потому что на тот момент вы не знали, как вам поступить. И вот это эмоциональное такое сжатие произошло и требует из вас выхода. В этом нет ничего такого. Все мы так или иначе ходим с этими рюкзачками, в которых вот там достаточно приданного, если о женщинах, наложено для того, чтобы мы с этим справились, чем, собственно говоря, мы тут с вами и занимаемся. — Добрый вечер. — Добрый. — Как найти опору в себе? — А тогда напишите мне, на кого вы опираетесь, какой костылёк рядом или кого ищете. Что такое опора в себе? Вы буквально, ещё раз, вы же ходите самостоятельно? Или надо обязательно там в руках что-то иметь, на что-то опираться, как на третью точку опоры? Две ноги есть? Есть. Значит, тогда или костыль, ну буквально, или человек, за которого вы держитесь. Опору в себе искать бесполезно, её надо взращивать. Взращивается опора — это когда вы точно понимаете, что вы делаете, вы точно учитесь побеждать, вы справляетесь со временем, и самое главное, вы отслеживаете свои реакции, куда не хочется идти, кого не очень люблю, на кого гневаюсь, где проигрываю, объясняя себе, что мне туда не надо, хотя очень хочется, там такие и сяки. Чем меньше будете заморачиваться в обмане самого себя или самой себя, тем быстрее и качественнее будет структурироваться ваша опора на себя. Потому что самое грустное — это надеяться на кого-то, потому что в неудобный или в непонятный момент тот, на кого человек надеется, обязательно куда-то девается. И не происходит развития тот, кто надеется. Нет в нашей жизни ничего сейчас такого, ну, собственно говоря, потому что мы сами себе её устраиваем, с чем бы вы ни справились. Другой вопрос — при помощи чего вы будете справляться, и как вы это будете делать, как это применять, как это разбирать? Вот тут надо потрудиться. Но самое главное, вы должны понимать, что у каждого из нас не так много ситуаций, в которых мы испытываем страх, ступор, непонимание, истеричные какие-то вещи там ещё, в общем, реагируем как-то неадекватно. Вот просто их перепишите и скажите, здесь нужно поступить противоположно. Где молчала, нужно сказать, где стояла, нужно идти. Где испугалась, нужно как-то увидеть, кого же я всё-таки испугалась. Не накручивайте себе бесконечную эту эмоциональную внутреннюю среду, которая вас просто разрушает. Вы не позволяете себе жить. Добрый вечер. Добрый. Спасибо вам за вашу мудрость и ваше время. Пожалуйста. У меня к вам вопрос. Не могу понять, почему я боюсь стать мамой, хотя обожаю возиться с детьми родственников и работаю педагогом. Ну, во-первых, это большая ответственность раз. Во-вторых, скорее всего, коль так вокруг много вас, деток, и обычно человеку свойственно читать, что он такой нужный, такой нужный, и если я как-то пойду в своё, это такой альтруизм, застывший из юности-детства, то как же они без меня? Это выдуманная история собственной нужности, а противоположная часть этому всегда такое «А смогу ли? А хватит ли сил? А вдруг что-то произойдёт?» Это блокировка своего будущего и неверие абсолютное в себя. Значит, в вашей семье или где вы там воспитывались-то, или кем воспитывались. Авторитарно было принуждение альтруистично, бескорыстно, много, постоянно всё отдавать и делать. И вот проявленная ваша такая часть – это вот к детям отдать то, что не получили вы. Но своему ребёнку, как себе самой, вы пока оттягиваете эту историю, потому что тяжеловато, просто тяжеловато. Это не разрешение себе жить, а всё время прислуживать кому-то, то ли из-за того, чтобы почувствовать нужность ещё раз, и эмоция даёт возможность вам жить. Или всё-таки это привычка, выработанная годами, и объяснение себе, что они без меня никак. Это такая противоположная сторона вашего родителя, от которого вы пытаетесь таким способом уйти. Как помочь себе в женские дни? Настроения нет, хочется лежать, смотреть сериалы и кушать вредности. Ну, это же такая выдуманная причина. Значит, в промежутках между женскими днями вы констатировали факт в голове у себя, что все люди, находящиеся с вами рядом, они, ну, такой счётчик, расчётчик у вас работает, что вот не поцеловали, не дали, не разрешили, не успели, устала, не помогли. Ну, вот всё от слова нет. И потом, когда уже вот это такая веская причина, ну, тогда вы идёте во все тяжкие. Это такая показательная депрессия для всех окружающих, условно, 4 там до недели дней, что, собственно говоря, у меня вот такая ситуация, и будьте любезны. Ну, это своего рода выход и нежелание разговаривать, прояснять и вообще понимать, что происходит в вашей обыденной жизни, которую вы, собственно говоря, сами для себя строите. А это как отдушина, которая даёт возможность из тела отдохнуть от ваших эмоциональных переживаний, ну, и себя побаловать. Почему же нет? Потому что есть такая веская причина. Смотреть нужно на то, где вы живёте, с кем вы живёте и что вы от них требуете. Тогда попустят. Боюсь до ужаса всех животных. Прям буквально всех. Даже на выставку бабочек долго решалось зайти, и там тоже боялась, что на меня бабочка сядет. Кошек не боюсь, если они спокойны. А если смотрят странно или хотят прыгнуть на колени, то сильно пугаюсь. А собак абсолютно всех боюсь. В деревне ни к одному животному не могу подойти. Ужасно страшно и неприятно. Людей люблю, а к животным почему-то абсолютно равнодушно. Ну, это наша биология с вами. Значит, у вас есть... Во-первых, кто-то вам рассказал. Давайте буквально смотреть на вещи. Вот до тех пор, пока вы не знаете какую-то информацию, она для вас просто или не существует вовсе, или она нейтральна в зависимости от подачи. Вот коровки хорошие, собачки ласковые, птички красиво поют, кузнечики скачут. Вот такая информация прошла, и вы это принимаете буквально. И потом с интересом, когда перед вашими глазами какое-то животное проходит, или вы к нему приближаетесь, то выходит вот это пресловутое, ну, такое информационное напоминание, кто это такой. А когда было страшно, или вы видели действия, которые там крики у нас, женщины же вообще любят так показательно эмоционировать, ой, таракаша, ой, мыша, ой, там, то, сё. Ну, это так, чтобы все обратили внимание. А предмет, по причине которого мы так показательно выступаем, ну, это уже не имеет значения. Значит, где-то у вас постоянно это происходило. Или вам говорили о том, что это гадость, сволочь, такие-сякие, или вам показывали это. Первая история. Вторая история. Если этого, допустим, не было, то в бессознательном вашем заложилась абсолютная неприязнь к себе. Значит, вас могли называть там как-то киса, там ещё там собачка, там ещё как-то. Ну, какая-то кличка такая была, не очень приятная. И произошёл внутренний резонанс там, что вы прочитали, допустим, или услышали о том, как вас называли, и себя сравнили, и вам это очень не понравилось. Или это просто собственное непринятие тела в силу каких-то там ситуаций, да, или разговоров, которые вот таким способом у вас трансформировались. Вы не признаёте природу. Значит, у вас есть завышенная гордыня, такая эгоистичное восприятие себя, и отторжение от всего живого, значит, что-то внутри у вас там не так, что-то там как-то застывает, это называется. Потому что природа по отношению к человеку, так как он её часть, она нейтральна абсолютно. Единственное такое должно быть коммуникативное взаимоуважение. Вы можете не подходить, но не должно быть агрессии. Вы можете не прикасаться, но тем не менее понимать, что это тоже живое существо. В принципе, это какое-то болевое было воздействие, или вы так это решили, и отторжение происходит вот, знаете, как проекционное. Вот нет, это всё вот, это ужас, я их боюсь. Но, наверное, скорее всего, боитесь себя или очень не принимаете себя. И к этому есть опять-таки основа, как отношение или информация, которую вы получили задолго, а потом вот таким способом, вот по-разному каждый из нас её обрабатывает, заложили у себя в память, и она у вас каждый раз выходит как обратная реакция вашего взаимодействия с тем миром или с той ситуацией, или в деревне, или просто с собакой, или с кошкой. Вы считаете, что вас обязательно вот так кто-то должен из этих животных поранить. Значит, где-то это записано, где-то вы это выучили. Вот где выучили, вот это нужно посмотреть, отследить и точно так же перед собой видеть. Или это просто навязанная информация, информация, при помощи которой в силу долгого её вам повествования вы её приняли буквально и ни разу не стали разбираться, так ли это. Есть любимая работа, друзья, путешествия, собака и так далее. Вроде жизнь, а внутри как будто существуешь. Почему так? Ну тогда мне раскруйте, пожалуйста, понятие, как вы это для себя чуть пошире, что такое жизнь и что такое существование. Существование — это вынужденное передвижение и участие в чужой системке, в чужих правилах без права выхода. Вот человек существует, потому что он ничего другого себе не может сделать, он не верит в себя, он не может от чего-то отказаться. Это навязанная жизнь, в которой он существует. И есть та жизнь, которая очень хочет вырваться наружу, которая требует реализации, но вы по каким-то причинам не занимаетесь этим проектом или этим процессом. Вот вы для себя как-то озвучите или напишите, что такое вы под явлением, как вы это называете, существование. Это внутреннее состояние бытия. Значит, у вас есть та или иная, у нас в принципе у всех есть та или иная противоположность. Когда вы живете лучшую жизнь, нежели чем та среда, из которой вышли, но условно вы больше зарабатываете, у вас лучше условия проживания, у вас, на ваш взгляд, больше перспективы, а вот то, из чего вы вышли, там условная убогость, условная безденежность, и вам как-то стыдно, есть пресловутое чувство вины, вы будете ощущать, что вы этого недостойны. И это внутренний конфликт. Или наоборот, ваши родители, ваша там какая-то родственная семья, они жили хорошо, достойно, по крайней мере, повествовали вам, пока вы росли, вот в таких классных условиях, мы такие самые тут, мы тут такие прям благородных кровей, мы такие-такие, вот раз такие, и все тут нам должны, потому что мы там и то и сё. А вы вышли в люди, и у вас, на ваш взгляд, похожа ситуация. И вы тоже будете испытывать чувство вины. Почему никогда нельзя испытывать, хоть какое бы то отрицательное чувство, по отношению к тому, как живут другие люди. Можете исправить свою жизнь в зависимости от того, что вы не хотите видеть в своей жизни, полное, имеете право, флаг в руки, делаете, идёте, обязательно достигнете. Но стыковать нестыкуемое, крайне неблагодарное занятие, и очень разрушительное, потому что вот этот внутренний дискомфорт, с которым без понимания практически невозможно справиться, он будет иметь разрушительную внутреннюю силу. Идёте, идёте, будет абсолютное чувство препятствия. Препятствия всегда у мужчины внешне нужно сделать просто следующий шаг, у женщины внутренние. Меня недолюбили, меня недоласкали, меня недообнимали, меня недозащитили. Это перекладывание своей недееспособности на мужскую половину. Это очень удобная история. Это я вот такая няшка-развлекашка, я вот такая вся невинно благочестивая, а вот тот-то какой-то такой-раст такой. Нет, это не так. Это приспособленчество. Очень жуткое, очень неприятное приспособленчество. Это перекладывание своих каких-то обязательных вещей, развитие называется, на чужие, там, хрупкие или не очень плечи. Так что вот посмотрите, с чем вы не согласны, что вы не принимаете в своей жизни и как вы это внутри для себя объясняете. Что не стыкуется, что с чем не может найти взаимодействие. Или кто-то вам рассказывает, что так нельзя, это все заканчивается. В общем, любой формат информации, любой, которую вы обрабатываете, она всегда эмоционально откликается. Эмоциональный отклик внутренний, он порождает ваше настроение. Настроение — это какой-то период времени длящаяся внутренняя вот такая конфигурация. У вас или хорошее приподнятое настроение, или не очень. Как только вы стали в хорошем настроении, пришли куда-то, допустим, на работу, и кто-то вам что-то сказал, или вы зашли, и вам показалось, что вашу сторону никто не посмотрел, если вам кто-то что-то сказал, это зависимость от людей, если на вас в кабинете никто не посмотрел, это вам кажется, что вы зашли в агрессивную среду. И вот с этого момента и начнется объяснение. Вы точно так же заходили со школы домой, и на вас никто не обращал внимания, значит, я плохой. Вы точно так заходили куда-то в класс, и, как вам казалось, на вас тоже не обращали внимания. И такая цепочка, она может идти в бесконечность. Почему констатируете изменение внутреннего настроения, эмоционального значения для самих себя очень конкретно? И поймите, что это вы делаете. Вы же не особо заморачиваетесь-то на тему того, у кого какое настроение. Ну, может быть, пресловутая участие, и то не так бы нам, как хотелось. Как дела? Нормально? Нормально. Что-то сегодня не веселый. Все. Что-то я не веселый-веселый. Мы все защищаемся. Защищаемся от того, чтобы никто не догадался, как вдруг нам стало страшно, или вдруг нам стало... Мы быстро испугались, или вдруг у меня сейчас выйдет на личке моем красивом макияжике неприязнь к этому человеку, а я от него завишу на работе. И я вам до бесконечности могу рассказывать все не очень честные мысли по отношению как к себе, так и к другим. Почему? Чем меньше вы будете заморачиваться, чем больше вы будете ориентироваться на изменение вашего внутреннего состояния, как бытия, чем больше вы будете спокойно констатировать факты, это не они к вам, это вы по отношению к ним имеете такую судейскую оценку, тогда проще будет разбираться в происходящих событиях, потому что основная задачка у всех у нас с вами, это своя рубашка ближе к телу. Мы так красиво обобщаем, вот у нас самое такое русское обобщение, это ж надо дойти до такого состояния, бьет, значит, любит. Вот смотрим, распаковываем это обобщение. Значит, каждую неделю муж приходит домой, или там человек, или как-то они еще сейчас их называют, я слово забыла, спина с кем как-то, ну не буду вспоминать. Значит, вот он каждую неделю по пятницам, 150 на грудь, слово за слово, короче, как-то там ее погонял. Но в силу своей недееспособности или каких-то выгодных внутренних договоренностей, вот вынеслась, не сейчас, а гораздо раньше, вынеслась такое обобщенное понимание, оправдательная система женщины, которая живет, ну вот так, как она может, бьет, значит, любит, спит, значит, любит, вкладывается денежным эквивалентом, шубы, там, то да сю, значит, любит. И никто не хочет посмотреть, что на самом деле это использование. Вот так мы себя заморачиваем. Любое обобщение, оно убирает настоящее понимание и обобщает вот эту картинку, картинку закрашивая, ну, какими-то яркими цветами радуги. Оттого мы живем так, как живем. То есть вроде все хорошо, а жить не хочется. Вот это та история. Так что не обобщайте, а если обобщаете, то имейте такое честное обобщение. Если кто-то вам без конца дает денег, да, раз дал, два дал, три дал, четыре дал, ну, конечно, это классно, это замечательно, вот ни за что не отвечаю и всем пользуюсь. Но вы просто запомните, что рано или поздно человек потребует обратно. Так что или вы договариваетесь до, что это подарок, благодарность и безответность, или вы должны понимать, дающая рука точно так же может и отсечь. Вот с этой позиции пытайтесь смотреть на свою жизнь. Гораздо проще и понятнее будет и менее эмоционально затратно. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас на Ютубе стали очень популярны видео с так называемыми саблиминалами. Это аффирмации, которые скрыты под музыкой или звуками природы. Можно найти на разные сферы жизни деньги, похудение. Как вы считаете, Ирина Николаевна, действительно ли аффирмации могут помогать людям добиваться желаемого? Говорят, саблиминалы даже более эффективны, так как их слышит только наше подсознание, а сознание не сопротивляется. Вот давайте разбираться. Я хочу, чтобы вы научились, коль вы не хотите учиться вместе с нами, ну, в силу своих обстоятельств. Давайте тогда я буду пытаться вам рассказывать, как этот механизм работает. Нет ничего плохого в чистоте. В чистотности высокой, достойной, той, по которой живёт вся природа, нет ничего плохого. Но когда вы, чтобы что-то слушать, вот такого порядка, значит, сначала нужно признать, что эта проблема, записанная в подсознании, для вас не имеет решения. Вот она не имеет. Это тот же гипноз, но под красивой подачей. Значит, вы расписались в том, что вы не можете самостоятельно, адекватно, объективно прописать себе сценарий, выстроить структуру, понять, как это работает, увидеть свои эмоциональные реакции, уметь с ними справляться, не раздражаться, не гневаться, не лгать, не обманывать, ну, много чего, да? Значит, вы расписываетесь в том, что это я делать не могу. Включаете. Якобы вам хорошо, вопросов нет. Но то, что вы не могу, то, что вы себе не разрешаете, из вашего, как вы говорите, подсознания или памяти, вот оно как структура не уходит. Значит, там начинается внутренний конфликт. И вы стараетесь, и вы слушаете, и вроде что-то получается, но никогда не доходит до состояния вот так до точки. Но это убаюкивает. Значит, в любом случае, какой-то промежуток времени, надежда, кнопка включается, и вы условно успокаиваетесь. Потому что вы нашли какой-то третий такой элементик, который по чьим-то словам убедительно и классно работает. И вы условно тратите на это полгода. И через полгода по каким-то причинам надоело, ничего не происходит, надоело. И вы один денёчек, один денёчек забыли. Ну, как-то у вас там дела появились. И вы прекратили. Один денёчек прекратили, второй, третий, пятый, десятый — всё. А потом на очередном каком-то перепуте, когда «Здравствуйте!» и опять ситуация повторяется, вот то, что было в конфликте невидимо, это называется пассивная агрессия. Она соберётся и выйдет. Почему и нужно понимать, очень тщательно разбираться с тем, что не получается, на какую ситуацию, на каких людей. Я так интенсивно, бессознательно и так ёмко начинаю реагировать, значит, разрушать себя. Слушать можно всё, что угодно, но это должно быть в помощь. Вот это важно. И каждый раз нужно проверять, мало ли кто что сказал. И если вы не понимаете, как это происходит. Вот если логика не настроена, но с человеком, с человеческим мышлением, вот ещё с осознанием, с верой в себя, ну, очень шаткая позиция. Можно слушать, и самое привлекательное, замечательное, можно шорохи слушать, можно там птичек слушать, можно там какие-то вибрации слушать. Можно, но в помощь. А не перекладывать на них, что сейчас Вселенная вот это отвибрирует, и вы выйдете и дадите. Большая разница. Посмотрите на людей окружающих. Всё равно где-то общаетесь, где-то встречаетесь, на кого-то смотрите. Есть человек, который, ну, допустим, ваш какой-то знакомый хороший там, или кого-то вы отслеживаете. человек, он до какого-то момента в своей жизни, он упирается, он падает, он совершает ошибки, он поднимается, он опять садится, разбирается, он опять что-то пытается строить, он понимает, у него какие-то озарения происходят, он у него чуть начинает сдвигаться, получаться. Он вот всё равно это всё дело продвигает, и потом, как награда от пресловутой нашей с вами Вселенной, которой мы так все это радарную систему, звоним, звоним, а она как-то всё занята, не отвечает нам. И только после того, когда человек внутренне изменился, когда он увидел и исправил свои ошибки, не остановился и пошёл, вот тогда и происходит чудо, когда ему на голову, как нам с вами кажется, начинает валиться изобилие. Нет, ничего никому на голову, кроме неприятностей наших же самих, которые мы привлекаем в свою жизнь, кроме этого, для того, чтобы мы всё исправили, вот изобилие на голову не падает. Так вот и вы поймите, что если вы хотите, занимаясь, читая книгу, или решая, или какой-то отчёт делая, или в чём-то разбираясь, структурируя информацию, и вы заняты, как приятный дополняющий фон может звучать музыка с какой-то чистотой, но аффирмации – это просто гипноз. Ну, вы в это поверите? Ну, допустим. А если вот какая-то расслабляющая, хорошая и высокочастотная музыка, она, в принципе, будет фоном для того, чтобы… Ну, вы что-то отслеживали у себя, ну, нельзя перекладывать свою жизнь, свои действия, мысли чужими действиями, нельзя вообще, чтобы за вас кто-то обрабатывал информацию, вам нужно получать чистую, вот чистую, необработанную. Она всегда неприятная, она всегда непонятная, она всегда раздражает. Почему? Да потому что ваша память или ваше подсознание забито под самые неболуси. И оно никак не будет стыковаться с тем, что вы хотите сделать. Сначала нужно то очистить, а потом только что-то новое начинать делать. Но очищается в нашем мире одним способом, другими поступками, другими словами, другими состояниями, как эмоциональными, внутренними, разрешительными, вот этим пониманием того, знанием того, что если вам плохо, это вы сами себе организовали. Или вы позволили молчаливо и обречённо кому-то вам это организовать. И пока вы с этим не разберётесь, ну ни одна же зараза, аффирмация не достучится до глубины нашего с вами подсознания. Как понять, нужно ли уходить от мужчины или нет? Да уходите. Ну если вы решили вам к голову будоража такие мысли, уходите, почему нет? Другой вопрос. Вот ушли. Вот давайте мы учимся опять с вами. Вот вы ушли. Дверь закрыли, чемодан, зубы, всё, пошла. Гордая, красивая, не сломленная, потрясающая. Пошла. Во-первых, надо понимать, куда пошла. Во-вторых, с чем пошла. И самое главное, третье. Дальше-то вот это ушедшее, оно что будет делать? Самый частый ответ, который я получаю вот на такие показательные выступления, говорит, строить буду отношения. Строить. Вот значит, другой, хороший, достойный. А я всё говорю, а я стесняюсь спросить, а что ж вы с этим-то, когда он касался вам хорошим, достойным, светлым и чистым, не построили те пресловутые отношения? Как же так-то случилось, что вот вы на него глянули и влюбились, и на всё были согласны, за ним куда угодно, там и в шалаши, и всё, и хлеб, корку пополам, и всё было классно. Прошёл какой-то промежуток времени, и оказалось, что сволочь редкостная. Ну как так получается? Почему это? Значит, опять пойдёте за достойным, хорошим, и потом на каком-то этапе. Это не они плохие, это вы что-то делаете не так. И если вы уходите, то уходите, и ни о чём не жалеете. Вы можете себе это объяснить? А если хочу уйти для того, чтобы он за мной побегал, и как-то я смогла над ним власть поиметь, то ничем хорошим для вас конкретно это не закончится. А уходить должна быть обоснованная, вами сформулированная. Причина почему? Безэмоционально. Не потому что он получает рубль двадцать, а потому что до этого, я думаю, что он получал столько же. Значит, где-то ваши ожидания не сбылись. Тогда ваши ожидания или слишком велики, но при том, при сём, у вас нет терпения для того, чтобы мужчина как-то повзрослел вместе с вами, замужал, возмужал, захотел ваше желание воплотить в жизнь. Значит, ваши поступки по отношению к тому мужчине не очень адекватны. Значит, вы проживаете, скорее всего, или отыгрываете какую-то такую не очень лицеприятную навязанную роль, потому что, в принципе, до тех пор, пока мы каждая из вас живём, у нас чистое и светлое и такое внутреннее желание быть рядом с дорогим, достойным мужчиной и как-то о нём заботиться, как-то быть с ним вместе, как-то проводить время и знать, что это вот такая широкая, достойная спина. В принципе, у нормального человека, он нормальная женщина, это присутствует. Значит, вот ни в коем случае нельзя становиться даже в мыслях пресловутым переходящим знамением, потому что знамя попользовали, поставили, оно постояло и следующему кому-то передали. Вот с этой позиции посмотрите, если действительно вы или позволили, человек вас обманул и всё, то, что говорилось, а превратилось в обратную сторону, тогда уходите и тоже нужна работа над ошибками. Или вы были слишком хорошие, а потом оказалось, что он не очень вас достоин, тогда почему выбираем слабых, а требуем от них как от сильных. Ну вот, как в животном мире? Баллонка? Ну никогда Синбернаром не станет, да? И самое утопичное занятие требовать от неё с утра до ночи, что ты должна вырасти в 120 килограмм. Вот это что-то так утрировано, но однозначно. Нельзя требовать от человека того, что он на сегодняшний момент должен достичь на ваш взгляд. Или наоборот, обесценивать всё для того, чтобы этот человек никуда не делся. В продолжении про боязнь животных. Клички не было, родители животных не боятся, но мама говорила часто, что не нужны дома животные. Я сама справляюсь, я сама могу лаять, как собака. И это правда. Мама часто ругалась, и мне было страшно и неприятно. Себя действительно тоже не принимаю до конца. Очень виню себя за многое. Ещё раз. Винить себя за многое можно только в одном случае. Если вы обрели или вынуждены таким способом решили, что вы можете защищаться, когда на вас очень серьёзно давят, очень вас серьёзно унижают, очень растирают, а выхода нет, это у каждого ребёнка. В принципе, может быть, потому что до определённого момента он не дееспособен. И закрытость пространство семьи. Вот там в принципе можно делать с ним всё, что угодно. И когда вы вините за то, что мама как собака на всех ругается, а вы не хотите с этой собакой, потому что никак не можете разъединиться с мамой, потому что есть по отношению к ним чувство вины, значит, это вот надо посмотреть честно. Вот есть мама, а есть женщина. И мама от женщины как небо от земли отличается. За чужие поступки по отношению к себе нельзя быть виноватым. Ну, нельзя за чужого человека быть виноватым. Вы не сможете вкрутить мозги, вы не сможете как бы ни стучались изменить его отношения или его вообще жизненную позицию. Вы можете в этом просто не участвовать. Почему не надо никого осуждать, не надо ни на кого злиться, не обижаться, ни гадости делать? Они просто так живут. Значит, ваша задачка, чтобы мама как собака ушла из вашей жизни и у вас не было паники, орущей, гавкающей женщины или собаки одно и то же, да, наклеилась мама на собаку. Значит, вам нужно как-то с этим потихонечку разбираться. Не знаю, ходите в зоопарк, смотрите сначала. Вообще, позвольте смотреть. Мы очень просто можем себя диагностировать, когда смотрите телевизор, ходите, я не знаю, где-то там по улице или в тот же зоопарк, или в тот же театр, или смотрите кино. И от неприятного, от жуткого, непринимаемого вот того образа, который резонирует в подсознании, ушел далеко, вы его вытеснили, вы всегда будете отворачиваться. Всегда эмоционально это будет очень неприятно. Научитесь это отслеживать. Знаете, вот в этом случае образ казино и крупье классно помогает. Человек пришел на работу, он видит страсти, мордасти, сопли, слезы, раздраи полные, но его готовят так, чтобы он смотрел на горе людское и эмоционально на это не реагировал. Вот и вы посмотрите на все свое внутреннее житие, бытие, которым вы руководствуетесь по жизни ежедневно, ежесекунда, с утра до ночи. И стало это привычкой, навязчивой, такой липкой, емкой, которая ноги опутала, ну, идти не могу или руки, делать ничего не хочу. Научитесь быть крупнее и посмотреть на себя, куда, на что, как долго или как часто я постоянно повторяю одно и то же. И только в этом случае можно начинать этот клубок разматывать. Все остальное это, знаете, в пользу поговорить. Можно долго страдать, можно там эти ковырять страхи свои. Или их чаще всего придумывают. Почему придумывают? Потому что в настоящем ни хрена ничего не получается. Вот не получается. Вот у нее есть, а у меня нет. У него есть, а у меня нет. А чем я хуже? Ну и пошел такой богатый, оправдательный самому себе вердикт или самой себе. И тогда мы начинаем и из памяти, и из подсознания высасывать всякую ерунду, которая нас с вами оправдывает. Почему фактами разговаривать и голой информацией очень сложно? Почему вы меня называете, что я жесткая? Нет, я не жесткая. Я просто называю вещи своими именами. И это самый простой путь за меньший период времени выйти из всех вот этих надоевших, очень емких, очень болезненных и разрушающих ситуации. Прежде всего самой себе или самому себе. Да, это есть. И с этим нужно справляться. И не потому, что вы какие-то плохие или хорошие. Нет. Это потому, что выучено, запомнено, на теле отпечатано и тело вами управляет. Это наркотическая ментальная зависимость. Как только делать ничего не хочу, то у меня прям сразу начинает голова болеть. Как только не хочу делать прям словесное вот это недержание пошло и это как у людей продажников. Вот его не остановишь, он делая без дела, он будет говорить, говорить, лишь бы, лишь бы условно отработать. У каждого есть эти привязки. У каждого. И чем жестче и непонятнее, непрозрачнее внешняя среда, как ситуация происходящая, тем в большей степени это в нас начинается такой будоражающий процесс. Нет повода нам страшно, нет повода у меня паника, нет похожесть присутствует, кто-то сказал или где-то увидели, значит нужно находить вот эти стыковочные мостики. Это мысль зародилась, чтобы надо, ответственность надо брать на себя, понимать, что происходит. А у меня сразу воспоминания, мама меня не любила, и папа меня не очень жал, папа меня не защищал. Значит, мы начинаем переживать эмоцию. Эмоция навсегда минусовая, если любил, не любил, слава тебе, господи, что же вы здоровые остались, смогли отползти, еще там что-то зарабатываете, что-то закончили, уже классно, значит, они любили как могли, константа. Тогда вы не будете заучивать свою пресловутую никчемность, не будете слушать огромное количество аффирмации, будете понимать, что так, вот тут начинает у меня нога правая тянуть, значит, будущее чего-то мне там как-то, ну-ка, разберемся. И тогда коммуникационная ваша часть, ваше внимание начнет очень при помощи зрения хорошо отслеживать происходящее событие. Все остальное, вот человек сидит, говорит, ты где, вернись ко мне, ты где, на меня смотрим, говорит, я вот тут у меня такие мысли, какие такие мысли, какие мысли, зачем уходить туда, где ничего нет. Это значит придумывать или не учижать себя, или не учижать другого, все. Но жизнь не происходит. Непонимание происходящего это гарантия того, что будет портиться настроение, значит, куда-то во вспоминалку, которую уже какую-то попал. Значит, что-то страшно, что-то болит, что болит? И вот мы начинаем рассказывать, что оказывается, папа не защитил, мама не долюбила, конфету не дали, школьники были плохие, конечно, они были плохие, конечно, все они были такие, как нам кажется. А мы-то, собственно, говорят, почему такой у приятного, достойного красавца или красавицы такой, вот все кругом на букву Г. Чем притянуло? Стесняюсь спросить. Вот с этой стороны подходите, будет много масса интересных открытий, уверяю вас. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Как научиться наводить порядок у себя дома? Не могу никак себя настроить и прибраться. Достал этот хаос. Мужчина спрашивает. С правого угла заходим, подходим сначала к зеркалю, мы говорим, слышь ты, мужик, это, конечно, круто. Вот это, заходишь и падаешь сразу. Это, значит, протестное движение, которое сам себе организовал на те условия. Мамка требовала безапелляционное, мусор вынес, это сделал, это сделал, и прямо вот заставляла и заставляла, пока через себя не переступила, еще или ткнет там как-то. Вот это ровная противоположность от того, что было когда-то до. Значит, нет мамки, смотрим внимательно, буквально, или пишем себе такую записку красивую, да, на холодильнике, а можно прямо на холодильнике фломастером. Глянь сюда, мамы нет, тарелки твои. Выбор один. Или пакет на тарелку, чтоб не подванивал, и из пакета потом выбросим, или все-таки помоем тарелку, ну, как-то для себя. Никто ж не увидит. Никто ж не увидит. Но зато я посмотрю, что, во-первых, запах хороший, значит, находиться можно. Во-вторых, ну, как-то смог, значит, не парализованный. В-третьих, могу назначить время, значит, я управляю своим временем. А потом, когда с пространством разобрался, ну, вообще огонь, ну, вообще огонь крутой. Прям захожу, и глаз радуется. И самое главное, никто не увидит. Будьте честны с собой. Мы же делаем все в протесте. Еще раз говорю, ваше внутреннее бытие, как виртуалка, она ходит в одном цикле. Когда-то давно кто-то принудил, а вы всю жизнь делаете в противовес. Но делаете уже себе. Ну, не может нравиться человеку жить в тюрьме. Ну, не может. Тогда это уже другое существо и по-другому называется. Ну, не опускаетесь до того существа-то. С руками, с ногами, со временем все есть. Не так много. Это же не особняк олигарха, которого там пять этажей и надо грести дальше, чем видел. А там какой-то приемлемый объемчик, в котором можно навести спокойно для себя порядок. А потом сесть и порадоваться. А потом еще освоить в интернете какое-нибудь мясо жареное. Да это вообще огонь. Запах какой хороший. Самое главное, ну, никто ж кусок не отберет. Никто ж ничего не скажет. Вот захотел, пожарил. Захотел, не пожарил. Захотел, съел. Захотел, спать, лег. Вообще право выбора зашкаливает. Вот так включается вариативность. И потом, только пройдя всю эту вариативность, можно вырасти духовно и иметь один вариант развития собственной жизни как однозначное понимание своей сопричастности к этому миру. Представить себя, заниматься делами, учеба, работа над собой, желание есть чего-то добиться, а вот с места не могу себя сдвинуть. Конечно, это ж надо прилагаться, уже же заставляли. Почему так тяжело идут изменения? Потому что до этого момента уже в школе воткнули все, что надо не надо, уже все ящики под самую. Потом же рассказывают, у нас же как реклама, двигатель торговли, рассказывают, показывают, что все там где-то учащиеся, ручками машут, музыка классная, у них там денег хреново гора, у них там все замечательно. Теперь смотрим вокруг. Ничего такого близко даже нет. И идут сомнения, идут такие подозрения, которые, знаете, как червячки в голове все время разъедают. Тогда нужно с чем-то стыковать, с какой-то емкой информацией, которая, по крайней мере, не этого нашего с вами благосклонного такого перспективно капиталистического периода последних 20-25 лет. Значит, нужно сложиться и посмотреть, вот взять воскресенье себе на коленочке, не знаю, книжку купить или хотя бы в интернете в доступе посмотреть. А было-то как до. А там начинает развиваться очень интересная история. Для того, чтобы чему-то кого-то научить, этим человеком нужно заниматься. И чем больше он истерит, кричит, ему тем спокойнее и ровнее нужно все объяснять. И выпускать его нельзя до тех пор, пока он не увидит, что это дает ему больше плюса, нежели чем минуса. Но он хотеть должен. Это значит, можно пятую точку поднимать, приходить, держать взятое на себя обещание, участвовать в новой среде, в новой, чем-то заниматься. Я ж не зря вам предлагала, посмотрите, Берна, как у меня Андрей разбирает. Это шедевр. Человек год занимается. Это шедевр. Когда он понял, что он может. Вот низкий поклон, открыто говорю, за те усилия, которые этот человек вкладывает в информацию, в себя, и как это достойно и классно получается. Так это же надо себе позволить. Поскулить-то и покушать там что-нибудь, это же совсем просто. Это же привычно просто. Вот это еще раз говорю, эмоциональная, ментальная, гормональная зависимость. Ну, не хочется преодолевать себя, ну, не хочет тело делать, потому что его уже долго-долго прессовали. И оно отказывается. Так значит, вы кто, если вы не можете управлять своим телом? Если у вас нет ни малейшего интереса и ни малейшей перспективы улучшить качество своей жизни. Это вот бизнес вот этих всех сообществах называется выйти с условий комфорта. Так вот у вас условия комфорта ни хрена ничего не делать. Тогда смотрим, переповтор, 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 и какая-то жвачка навязчивая, бесконечная в голове. Ну, тогда пойдут на голову камни для того, чтобы совсем не упали и болячку себе не обрели. Потому что крайнее начинается, ой, голова, книжку читаю, голова болит, засыпаю, все. Там что-то занимаюсь, прям совсем глаза не видят, все. Вот это я оправдываю себе, потому что лень обуяла, потому что депрессия показательная, она уже во мне вот прям живее всех живых. И так можно до бесконечности. Но мысль, зарождающая эмоцию, побуждает вас переповторять одно и то же. Ну, еще опять обобщаем, да, не жили богато, нечего начинать. Ой, да мы тут без учебы, мы все знаем. Вот. Ну, тогда смотрите, что знают, как живут небогато, и какова перспектива, вам сейчас 30, ну, еще 20, вам придется с этим убеждением жить. А кто будет менять, и как будет меняться эта жизнь, внешними факторами, слышите, внешними, от вас независимыми. тогда у вас будет определенная реакция на это прошлое. И вы никогда не состыкуетесь. Называется безработица, называется безденежье, называется вот эта вот низшая часть социального населения, которая сидит и ждет подачки. Да подачка тому, что она будет. Но ее тоже надо переживать так, чтобы комом в гурле не стало. И расписаться в собственной никчемности. А потом послушать аффирмацию и на какой-то период времени заснуть под этой аффирмацией. Почему нет? Ну вот выбор вам идем. И мы опять там очнулись. Да это у нас страна такая, да у нас нет, я вас уверяю, это вы сами себе делаете. И чем меньше объем, и чем меньше движение будет происходить, чем меньше ответственности, чем меньше вы будете идти в новое и знать заведомо, что вы можете ошибиться, и знать заведомо, что человек пришедший, он может сделать гадость не потому, что он плохой, а потому, что его так научили, или потому, что это единственная возможная реакция. И справиться с этим человеком, и показать, и открыть его, и увидеть, насколько он замечательный, достойный, потрясающий, и мозги классные, и перспектива хорошая. Вот это совсем другой уровень удовольствия. Но это затратная история, честно признаюсь, затратная. И до этого состояния нужно дойти. А все остальные это где-то там пониже, где-то пироженку. Сейчас 10 дней будут запоены их там в гости друг к другу. Здравствуй, моя хорошая, ты моя хорошая. Ой, здрасте, как ты дела? Да, да. И будем рассказывать, как мы круто живем, какие у нас начальники плохие, а ты эту новость слышал, а ты это слышал. Ну, в общем, короче, вот это вот перемололи, не пойми что, и каждый расползся, а потом сидим у себя на кухне и начинаем обсуждать. Да, там что-то я поглядела, это не то, да, это тоже не то. Вот это жизнь, и это тоже выбор. И каждый раз мы так это все выбираем. Нравится, делаем, не нравится, настраиваем другую, настройки меняем, и тогда собственная перспектива с собственным человеком, она как-то будет более интересна, если, конечно, захотите. Почему люди то расходятся, то снова начинают вместе жить и так неоднократно. Это о чем говорит, что они любят друг друга? Слово-то вот как-то его везде, куда только могут. Секс у нас тоже любовь. Морду друг другу набили, она на него в милицию, потом как-то утром проснулась, что я делать-то буду вообще, что это как-то. Побежала с милиции, из полиции его забрала. Опять любовь. Эта форма жизни конфликтная. это женщина, пытающая победить мужчину, потому что то ли где-то опять видела, то ли ей очень хочется, то ли у нее доминирующая мужская роль такая вот, то ли кто-то ее здорово обидел из мужчин, точно так же, как мужчину может обидеть одна женщина, и десяток за нее будет отвечать. Но это вот форма жизни конфликта. Если люди не поскандалили, если люди друг друга не пооскорбляли в изощренной форме, то внутреннее их состояние это привычка взятая из семьи опять-таки. Это как образ жизни. Ну, значит, я не живу. Если все так пассивно, если так все предсказуемо, если так все вот мило-тихо, ну, это же болото, надо, чтоб драйв был, надо, чтобы в пух и перья. Они разошлись, думали, сейчас где-то покруче будет, никто не выдерживает. И вспомнила я и поняла, что люблю я ее, эту сволочь, когда он по пятницам приходит на рогах и начинает, ну, че, а я ж вожу в позу сахарницы. Это ж вот так-то, а то вспомню. Женщина вообще с памяти дружит, и она ему вспомнит, что было пять лет назад, там, восемь, там, а когда я с тобой в последний раз так ты же сказал, а ты не... Ну, вот форма жизни, потому что вовне, как что-то достойное, профессиональное, какое-то такое, высокодуховное, это, ну, звучит пафосно, но тем не менее, мир, короче, не принимает. Вот мир в лице людей, ситуации и вообще всего происходящего, каких-то тенденций, куда-то развития, куда-то там чего-то, ну, все мимо. И остается одна движуха в отдельно взятых вот этих вот квадратных метров. И там просто, можно позавидовать, ну, вот они так вот раз поскандалили, потом раз разошлись, а потом она вспомнила, что лучше его нет. Почему? Да потому что гормональная, эмоциональная сетка значений, ну, требует она вот этого скандала. А если там еще свекровь есть, а если там еще кто-то там у брательника там есть невестка, а у той как-то у нее лучше, чем у меня, так это вообще на всю жизнь будет история. Вообще на всю жизнь. Сюжет будет развиваться. И там все будет фиксироваться и записываться. Это просто будет сюжетно. Многосерийный сериал. Что вам сейчас кормят? Многосерийный, тысячу, какая-то серия. Вот это про то же. Вот у них одно и то же. Она его любит, все остальные лезут. Вот она с ними бьется. Вот хотите гарем, хотите там трое и один или одна. Вот принцип один и тот же. Это форма жизни. Биться за кого-то. Женщины бьются за мужиков и не пускают их. Мужики бьются за баб, у которых там что-то светлое, чистое осталось. Или друг другу гадят. Или как-то там вот так он взял ее, утянул, напоил с ней, переспал, ну и позлорадствовал. Почему? Да потому что у себя что-то не получается. Всему есть, это же мы увидим с вами те действия, которые человек, говоря одно, а в спину нож. Это про жизнь все. Вот они могут всю жизнь сходиться, расходиться. Всю жизнь, потому что разные значения на разные ситуации. В его семье было так, мама молчала и плакала, а он тут женился, а он только рот открыл, а она ему на голову надела. Как так? Надо победить ее. Ну вот побеждают там, кто 20 лет, кто 25, кто победит. Вопрос зачем? И что будет потом? Вот на этом нужно. Какое будущее после того, кто-то кого-то победит? Право буду иметь, пойду со следующей, что ли? Ну, следующее, может, оно как-то и будет покруче. Потому что высший пилотаж у одного и у другого, да, и у мужчины, и у женщины. Чем меньше мы понимаем, тем больше женщины или мужчины подкованы. Чем больше человек разговаривает и вот это повествование, что тебе нужно делать, тем в большей степени он является глупцом. Так что будьте, пожалуйста, повнимательнее. Ирина Николаевна, есть вопрос про психосоматику двух явлений. Повышенное кровяное давление, гипертомия, конфликт, и экзема. С любыми кожными заболеваниями это задачка абсолютного непринятия. Я попробую вам рассказать случай, который мы разбирали. Это такая очень глубокая история, но тем не менее. Мужчина достаточно успешный. Казалось бы, неплохая семья, с его слов. Я же не в курсе событий. Но он страдал сарязом. Мы какой-то длительный период пытались так и так вот как-то это прояснить, откуда это вообще. Потому что кожа – это то, чем, при помощи чего мы коммуницируем с миром. Почему женщине хочется в 50 лет быть девочкой? Потому что до этого момента как-то та девочка, которая была в биологически нормальном возрасте, не смогла организовать свою жизнь. Вот мы тут натягиваем. По натягиванию, собственно говоря, и услуга организуется. Ну, такой замкнутый цикл. Так вот оказалось, что когда он с родителями ехал в машине и произошла небольшая авария, то он был мальчик там маленький какой-то и когда произошло столкновение, то сзади стояла бутылка и она как-то там то ли разбилась, то ли повредилась. И пока лежал он, пока его оттуда не вытащили, с этой бутылки капала жидкость. Он не помнит, какая жидкость. И вот эта жидкость, вот ассоциация произошла такая жуткая, что вот всё. И на этом месте образовался псориаз. Мы очень изобретательны в читке собственных образов и ситуаций. Почему не нужно себя бояться? Всё практически, соматика, это реакция на те или иные непонятые нами события или людей. Чем проще мы будем с этим разбираться, нет ничего плохого. Нет. Это наша эмоциональная окраска. Чем спокойнее уравновешения мы будем, чем большего вот из себя позволим выйти, не ковыряться там, и что папа сказал, что мама сказала, а я думала, а он то думал, это замот. А вот то, что выходит, с чем это связано, тем в большей степени вы себя очистите. Почему реакция отрицательная, агрессия, это значит, где-то блокировка. Вытаскиваем где, на что. Это очень конкретно, это очень фиксировано, это очень векторно. И как только вы позволите на эту тему поговорить, ну сойдет эмоциональный блок, будет легче и не будет стыдно самым. Потому что стыд он лечит. Каким способом? Вы не боитесь это проговаривать. Это было? Да, было. С этим можно справиться, однозначно можно справиться. Но нужно это переписать. Но чтобы что-то переписывать, нужно знать, что. А не просто маховик затейник в голове закручивать. И тогда все будет получаться, тогда все будет налаживаться, появится энергия, появится возможность чем-то заинтересоваться, в чем-то разобраться. Вы измените отношение к другим людям, к тому, где вы живете. Глаза называются, окладываются, говорят, господи, что это такое. И пойдет движуха такая, и уборки, и того, и сего. И вот вокруг вас это болото, как застывшее пространство, инертное пространство, вы начнете преобразовывать. И жизнь будет налаживаться. И не важен биологический возраст. Ну, не важно. Кто-то в 50 начинает и обгоняет тех, кто начал в 30. А кто-то и в 30 начал, и никак, и не хочет, только на словах, и ничего не происходит. У каждого своя задача и каждый ответственный за собственные поступки, мысли и за ту заявленную позицию в виде слова, слов, которую вы декларируете и крайне редко ее исполняете. А это все тоже записывается, это все потом накапливается в минус, в минус, в минус. А еще потом вам рассказали, что будет так-то и так-то. И на деле какой-нибудь ужасный сюжет, и все, сидим на пятой точке ровно и даже не жужжим. Здравствуйте. Здравствуйте. Последнее время поняла, что с близкими подругами нет энергообмена. Рассказывать о своих делах нет желания. Поняла, что мне нравится ставить задачу и достигать без лишних слов другим. Чувствую, что мало интересов между нами, не родственные души. И стала намеренно отдаляться. Но иногда чувствую себя виноватой в этом, что это именно я не такая, что все близкие люди для меня не те. Подскажите, пожалуйста, как правильно посмотреть на эту ситуацию? Насколько насчет энергообмена, вы хотите от них что-то взять, значит, собственной энергии не хватает. Значит, вы подвампириваете. Вообще, женщины между собой так заведено, как в природе положено. мы обмениваемся информацией, которая бы нам давала возможность большее количество вещей и явлений осознать, понять, упростить, обобщить и двигаться дальше. Потому что наша задача детей обучать, с ними взаимодействовать, там как-то, да, мужчине помогать, спин ему прикрывать. Если вы об энергии, значит, ваше представление, что вам кто-то должен, ну, не находит отклика. И вы уходите в такую пресловутую, типа, я обиделась, ну, мне неинтересно, мне как-то, ну, обязательно, чтобы вы понимали, жизнь же о нас заботится. Будет такая же, как вы, подружка, которая так или иначе с улыбочкой на лице пытаться будет вытаскивать из вас сокровенное, чтобы управиться с вами потом. Значит, вот это тоже вампир. Вообще, обман, он всегда прикрыт лестью и улыбкой. Когда люди о чем-то взаимодействуют, это есть третий какой-то элемент в плане предмета. Ну, вот там, пойдем, сходим, чего-то купим, посмотри, как классно, как классно, ну, отлично, все, берем, берем, все, точно, точно, да ты, вот так женщины общаются. Потом, вот у следующей, ой, подружки появились, деньги, ну, пойдем, ну, пойдем, что ты хочешь, что ты хочешь, ну, давай, давай, не, вот это не то, давай вот это, вот, вот это огонь, вот это хорошо, вот они пообщались. Но, всегда есть что-то третье, для того, чтобы была внешняя причина. Когда вы приходите пить кофе, ой, ты классно выглядишь, ой, ты хороша, ой, да, все, девочка, я вам сейчас все расскажу. Это кто-то у кого-то подбирает внимание. Внимание – это энергия и время, которые забирают у вас, или вы у кого-то забираете, в силу собственного недостатка. Так вот, кто там, кто является зависимым, а кто зависящий? Может, вы все-таки зависите от их энергии, и, коль вы от них не получаете, вы на них вот таким способом начинаете уходить, потому что любое истощение подразумевает искать источник новой подпитки. Всегда. Почему нам сложно расстаться с людьми, которые за нас сцепляются? Только по этой причине. Она банальна. Вас никто не будет отпускать, потому что с вами лучше, чем без вас. Как это выглядит? Вот вас заставили сэмоционировать, вас довели до какого-то состояния эффекта условного, да, там как-то. Ну вот, скандальчик небольшой. Вы отдали. Вам вернули минус, вы отдали плюс. Там за справедливость, там, там, то да сё, там, как-то чего-то доказываете. Вот вами питаются. Кто начинает конфликт, кто агрессирует, почему? Ещё почитайте книжку, ну хотя бы Азика, Азимова, Академию, там, ну очень хорошо об этом написано. Ну, дилетанты, они всегда агрессивны. Это последнее орудие, ну, недоразвитых людей, чтобы хоть чем-то за счёт вас питаться. предметами ли, я не знаю, знаниями вашими, энергии ли вашей. Ну, хоть как-то. Пытайтесь с этим разбираться. Ну, почему мы всегда себя приукрашиваем, а других, ну, не бывает стыковки без, простите, без причины. Ну, не бывает её. Если это не предмет, если это не какое-то интересное занятие, если это не какой-то обмен, действительно, который обогащает обоих, ну, это очень такая прикрытая, красивая история, льстивая и односторонняя. То, что посмотрите, честно, честно посмотрите, что вам от них нужно было, и что им от вас нужно было, и кто что поимел в итоге. И почему, какова же, собственно говоря, на основании чего ваше решение покинуть эти отношения. Или не дали, или обманули. Ну, совсем просто. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте, Скажите, пожалуйста, верите ли вы в любовную магию? Как вы думаете, можно ли приворожить, отворожить и так далее? Можно ли полюбить человека помимо своей воли? Не верю. Услышьте меня, не верю. Ну, найдите в себе силы. Ну, возьмите вы этого, вот, Берна. Опять-таки, Андрею, вот, пять баллов, высший пилотаж, он там все разорвется, даже не мы. Мы можем тут быть недоразвитой, мы можем тут вас сидеть, обманывать, туда-сюда. Человек величайший написал книгу, где русским, вот, русским, черным по белому, написал. на этой ступенью, на этой ступени все порчи, все сглазы, все магии, вся дрянь, это когда вам не позволяют ваше желание исполнять и на голову страшилки и ограничения одевают. Но не верю я в это во все. Но если я не очень хороша или женщина не очень хороша и пагубные ее внутренние посылы, да хоть привораживай. Что такое приворожить? Это как зависть. Человек отвернулся, а мы его плюнули. Да, если силы и зависть, тьма, это энергия, да, это, это ваше негодование. Если человек не самодостаточен и такой открытый, наивен, как ребенок, да, конечно, пробьет, а вы пойдете будете это снимать. Убаюкать можно, рассказать то, что нельзя попробовать, вот то, что нельзя сразу осознать, понять и найти, как это работает. Да можно надеть на голову все еще и плюсом все. Ну так вы же хотя бы разберитесь, как это работает. Просто разберитесь. Ну вышли мы давно уже от шаманов этих всех, вот, ну, можно в это верить. Ну тогда вы от этого зависимы. И тогда в каждой вами неверно пройденной ситуации будет выходить вот этот образ «на мне порча, на мне то». Да, наплевали, да мы все тут такие добрые, чистые, друг дружке столько плюем, что просто улыбаемся, думаю, если бы со мной ничего не было, я бы тебе тут порешила бы на раз-два. Вот это порча. И если вы понимаете, что ваше настроение портится, значит, человек, с которым вы только что разговаривали, вот по отношению к вам имеет такие намерения. И теперь ваш выбор. Вы готовы с этим человеком дальше, чтобы он плевал, обмен энергиями называется, а вы это перерабатывали. Не готовы, свободен. Или вы сильнее, и у вас больше, говоришь, ну хорошо, давай поиграем. И тогда эта игра, в игре нет злости, гадости и подлости. В игре есть как роли, так и персонажи. Как возможности, инструменты, так и понятийность. Более высокого или низкого порядка. Первая игра у нас белые и черные пехоты, там короли, все шахматы называются. Вторая игра у нас картежники, обманщики, все красивые обольстейщики, но если не своруют, не спят. И третья, это квант-менеджмент, это квантовая игра, сценарная игра, когда вы перекрываете все возможные и невозможные подходы, и человек очень хочет, но ничего не может сделать. Ну, к порче, к вашим вот этим вот приворотам, к этой всей хрени вообще не имеет никакого отношения. Это абсолютно научные, эмпирические, действенные, осознанные людьми прошедшие, прописанные, написанные, адекватные модели и понимание, как этот мир устроен. Вот у меня к вам убедительная просьба. Вот, пожалуйста, давайте мы эти вот темы вот это приворожила, заворожила, нагадала, плюнула, три раза притопнула, там что-то еще сделала. Вот как-то не будем поднимать. Но у меня к ним такое очень специфическое отношение, я вам уже рассказывала. Пришла женщина, не булыжник на шее, и она мне с искренними, глядя на меня в глаза, говорит, ну мне женщина дала, я за него 40 тысяч заплатила, это вот он привлечет в мою жизнь мужчину. Первый раз в жизни вот от такого вот я до речи потеряла. Правда. Вы не можете позволить себе книжку купить, вы не можете занятие там какое-то разобрать, что-то, это в тысячу раз дешевле. И тратите огромные деньги на то, чтобы кто-то вам сказал, что на вас есть порча. Да хреново вам есть, вот вы сами себе испортили, давайте будем адекватными. Но лучше заплатить кому-то. И потом с этим всю жизнь жить и кому-то рассказывать, что вот знаете, вот такая история, да вот то, да и все. Да очнитесь, вы ради Бога. Ну очнитесь, пожалуйста. Ну это мое субъективное мнение. Ирина Николаевна, все хорошо от слова совсем, но хочется последнее время вечером поскулить. Как понять причину? О чем скулить? Говорю себе хорошо, сегодня в 5 утра встаю и страдаю, сразу желание пропадает. Представляете? Опять эмоционально вечер, это значит вступает, следующий заходит очистительный момент, чистки, очищение заходит. Вот там справились с этим, справились, мы сразу все же забываем быстренько, да, это типа само собой разумеюще, значит следующий этап пошел. Именно в 5 вечера, когда вы приходили со школы, с института, я не знаю откуда-то, и вам так хотелось с кем-то поделиться, вам так хотелось, чтобы вот вас там родители условно послушали, сказали, какая умница, какая молодец, ты у меня доченька, да самое замечательное, да солнышко-то мое, давай мы с тобой поговорим, как ты там, расскажи. И мама сидит, слушает, и папа приходит, говорит, ты моя принцесса, ты моя королева, все, с меня подарок, мы сюрприз с мамкой в субботу, то-се, едем. Вот эмоционально вас подпитали за те усилия, которые вы там куда-то условно на учебу и куда-то потратили. У вас в этом случае этого не произошло, и ваше вот это вот желание поделиться не нашло ответа. Значит, что мы начинаем? Противоположность, начинаем скулить. Как только вот скулить, нужно чем-то компенсировать, в полпятого вставать, сразу тело говорит, мне не скулить, не надо. Значит, на этот момент, ну, какое-то приятное событие себе планируете. И так произойдет замещение. И не за ненадобностью вот эта персональная сетка, такая персонализированная, да, субличности называют, персонажа называют, как угодно. Вот она перестанет подпитываться вами этим скулежом, вот этим вот страданием, и тогда она будет саморастворяться, на ее место будет становиться чистое, достойное, светлое. То, что действительно вам нужно. Если вы посмотрите в окно и в хорошая погода, и прекрасный вечер, у вас хорошая квартира, у вас хорошая работа, у вас прекрасная перспектива, вы идете, гуляете там где-то, смотрите кругом, ну не знаю, летом воздух прекрасный, зеленые деревья, сейчас они все в снегу, тихо, спокойно, надежно, я справляюсь. Вот вам эмоциональная подпитка, тогда зачем скулить? Вы знаете, я бы сейчас сидела и перед вами скулила, бы сказали, вот тетка с ума сошла. Ну так какая разница, перед собой сидеть скулить, или перед вами сидеть скулить. Это показательные выступления, дадут, не дадут, что вам должны дать, что вам, чего у вас не достает, начинайте с этого, а потом смотрите, ищите вариант, как это сделать, чтобы у вас это появилось. У нас есть три вещи всего, у нас есть предметы, которые мы хотим иметь, и нас аж типа, это от того, что у нас их нет. Мы хотим человека, у которого все есть, и мы хотим быстренько, это все про любовь есть сейчас. Ему понравится, он меня туда возьмет, и у меня сразу все получится, счастье наступило. Вот когда чужое все это становится моим, это у нас считается сейчас счастье. Это тоже такое искореженное обобщение. Если чужое мне не досталось, у меня нет счастья, я несчастна. Вот как мы себя убаюкиваем. Ну и третье, я сейчас буду развиваться, не сейчас понедельника. Я вот это пойду, ну вот с будущего, с нового года точно то же самое. Ну тогда честно смотрим, где живем, где работаем, что имеем, какова перспектива. И как часто в нашу жизнь вторгаются те или иные события, как мы их читаем разрушительно. И нам становится, ну скверно, плохо, нехорошо, печально, там, ну и заболели мы по какой-то причине неведомо, типа вирус пришел. Нет, это вы его схватили. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Замечаю за собой, что мое настроение очень зависит от присутствия в моей жизни других людей. Конечно. Как будто если кто-то из них исчезнет, то все, жизни нет. Как убрать эту зависимость? Потому что вами питаются, если вы так зависимы. И вам страшно, что у вас оставится вот эта пресловутая энергия, которую вы вырабатываете, как и любой другой человек. А вы не знаете, что с ней делать. Значит, приходят люди, которые вас забирают, тем самым дают возможность вам жить. А в нашем понимании, на нашем простонаречии это называется, ну, мне так важно, чтобы они со мной общались. Вот я хочу им понравиться. Это я хочу им отдать свое, потому что я не знаю, что с этим делать. А они преобразовали, ну, как-то поулыбались. А мы считаем, что вот мы имеем какие-то с ними тесные отношения. Я вас умоляю. Если вы перестанете таким людям давать внимание и исполнять там какие-то там, откликаться на их просьбы или звонки, они очень быстро отвалятся. Чем просто распознать таких людей, вот ничего в жизни для себя не сотворивших и не начавших генерировать, потому что эта эмоция, она кровь запускает, когда начинается движуха. Значит, они ничего не смогли позволить себе сгенерировать и присасываются ко всем тем, которые генерировать, это генерируют, но сами её не воплощают. Вот это сцепка «мама, дети», это сцепка «начальник и все подчинённые», это сцепка «любовница и любовник». Я его так люблю, он приходит меня, высосет, а я его всё равно люблю. Но это же не счастье. Это же человеку плохо. Вот это и называется. Падает настроение. А что я с этим буду делать? У человека барьерная система денег. У него условно минимум тот, который он осознал, принял, понял и разрешил себе, это уровень семьи, достатка семьи. Это не вызывает никаких проблем, если, собственно говоря, человек не в протесте по отношению к своей семье. И это он себе всегда заработает. Всё остальное – это уже серьёзно. Всё остальное – это работа над собой. Но не магия это, не потоки, не вселенная. До туда допереться ещё надо и понимать, где открыто, а где закрыто. И для того, чтобы это стало открытым, ну, надо как-то себя преобразовать. Надо как-то над собой потрудиться, свою эмоцию убрать, истерики, неврозы эти убрать, когда всё, человек сидит, придумывает всякую хрень, где ты её взял? Спрашивает, где ты её взял? Ну, я так думал, с чего вдруг? Ну, мне так кажется. Крестимся, когда кажется. И вот так каждый день. И потом только это всё останавливается, начинает налаживаться, глазки открываются, по капельке, по молекулке начинает всё это, новая структура выстраиваться. И у кого-то происходит это быстрее, у кого-то медленнее, в зависимости от свойств, которыми обладает человек. И всеми этими людьми кто-то должен заниматься. Но сам человек на первой этапе, это как ребёнок, он не дееспособен. Почему быстренько убаюки, вот быстренько встраивает, и сидим, и не жужжим, и головы даже не поднимаем, а оправдываем. Надёжное место, всё хорошо, деньги платят, ну и что, что там далековато, ну и что, зато надёжно, зато вот мы такие, мы тут сяки, у нас хороший коллектив, и вот это да, вот мы тут все такие дружные, мы команда, я вас умоляю, я вас умоляю. Ну, это за кадром стрима. Ирина Николаевна, да. Безумно вам благодарна за то, что вы вещи называете своими именами. Пожалуйста. Это не жёсткость, лично для меня, как будораживающий процесс. Да, я снимаю ваши симулякры, за которые вы держиваетесь, аж косточки на ручках у вас побелели. Порождающие действия. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Запутался. На всех работах требуют всё делать быстро. Быстро, значит, не сильно вникая в суть. И делать всё без души. Начинают делать с душой, идут замечания. Медленно. Как найти баланс в работе? Мужчина. Ну, во-первых, вам нужно понять, каким, как вы со временем дружите. Во-вторых, если вы настолько разноплановой работой занимаетесь, если меняете работу, но специальность одна и та же, то уже как-то нужно со временем научиться за меньший промежуток времени более качественно, последовательно сделать быстрее, ну, как навык обретённый. С душой, не с душой. Ну, сейчас это вообще не та категория, которая, собственно говоря, обсуждается. У нас сейчас кто востребован? Это продавцы, это вот это «купи-продай», «быстрая оборотка», «туда-сё». Ну, и какие-то такие формализованные вещи, связанные, собственно говоря, с себе же подобным, это быстрый переход денежной массы из одного кармана в другой, потому что никто не хочет никуда далеко и глубоко вкладываться, потому что все себя убедили, что вот-вот, вот-вот сейчас прилетит, вот-вот сейчас настигнет, вот-вот мы попали. Вот так мы форматируем своё будущее. Если вы классный специалист, у вас обязательно будет вознаграждение, потому что вы будете очень хорошо востребовательны, вас будут нуждаться, и вы будете, если это специалист хороший, вы будете практически незаменимы. Вот освоите эти три свойства, чтобы были качественные, да, качественные вещи, заложенные в вашей специальности. Вы никогда не будете испытывать недостатка в работе, и все люди, которые будут сталкиваться с вами на тему того, чтобы вы вместе с ними там поработали и потрудились, они поймут, что если так, как вы, то это будет чуть подольше, а если так, как все, то это будет быстро, но результативность, качество и вообще выход того, что вы делаете, несравним. В зависимости от того, что вы хотите на выходе получить. Если просто поток, тогда это слова, тогда это коммуникация, и там не нужно души, там должна быть информация, соизмеримая тому, с кем вы общаетесь. Если вы что-то делаете, и это должно быть емко, это должно быть хорошо, честно, коммуникационно, объяснено до момента заключения, тогда в эти коммуникации, в эти объяснения у вас должно быть обязательно вписано время, на что вы будете опираться. Ну или же совсем простая, манипулятивная такая техника, как бы вы ни делали, долго ли и медленно ли, качественно, некачественно, стимулирующая, манипулирующая система управления людьми сейчас, оно всегда, ты все не так делаешь, чтобы это бесконечное, бесконечное колесо обратной фортуны заставляло людей приходить на работу, бояться, делать, делать, и почаще их надо обесценивать. Если не хвалят, если не разговаривают, если не проясняют, значит, вы находитесь в определенно качественно сформулированной системе, которая занимается выкачиванием вашего времени, ваших мозгов, оплатить она будет ровно столько, сколько она посчитает. А для убедительности будет обесценивать все ваши, как это называется, продукты вашего труда. Вот так это работает. Добрый вечер. Добрый. Негативное отношение к сыну от преподавателя университета. Смотрю, как готовится ночами, а ее все не устраивает. Как правильно ему себя вести? А придает все больше. Очень спокойно, очень достойно. Это ему урок на устойчивость. И в любом случае, очень часто на самом деле бывают такие, во-первых, это ваша эмоциональная предвзятость, а ему нужно научиться не эмоционировать и отвечать на все вопросы. Это вы решаете так, что это преподаватель, к нему предвзятое относится, со слов сына, потому что... Потому что если вы посмотрите и попробуйте хотя бы чуть-чуть разобраться, если это такой педантизм, потому что предвзятый со стороны преподавателя, одна история. Но чаще всего преподаватель, видя на сегодняшний момент, видя предрасположенность, видя, что вот у человека быстрее, у студента получается быстрее усвоить какое-то количество информации, и он это хватает на лету, и это хорошо, а у преподавателя, если это опять-таки достойный преподаватель, у него очень много емкости знаний, и от того, что он ему дает, и тот прессует, и все равно выдает, это на самом деле преподаватель наоборот готовит вашего сына для того, чтобы он быстрее, чем многие освоил то, что хотела бы нам ему передать. Обычно это две крайности. Хуже вот это болото, когда тому преподавателю все равно. Вот все равно. По тетрадке отчитал, там что-то рассказал, развернулся, тетрадочку взял и вышел с аудитории. Вот это время в никуда. А здесь спокойно вам нужно понять, или это одна крайность работает, и так сын ваш передает, или это работает другая крайность, тогда он просто подскрипывает. Но в любом случае ваша задача каждый раз ему объяснять о том, что никакой эмоции, ни плюсовой, ни минусовой, никакого осуждения не должно быть. А вы найдите, пожалуйста, способ прояснить. Ну сейчас в интернете можно найти все, что угодно. Ну найдите где-то там профиль, какой-то там, ну какие-то есть отзывы, там, я не знаю, какие-то коммуникационные там связи, то вот эти сети-то все равно есть. И вы просто почитаете, чтобы мнение вашего сына, оно как-то или найдет подтверждение, или не очень найдет. А не делайте однозначных выводов, не поняв, что происходит на самом деле. Ни одного вопроса не задала, но все будто про меня, как терапия. Спасибо. Пожалуйста, я с вами прощаюсь. Хорошие мои золотые, у меня правда время поджимает, я была рада нашей с вами беседы. До будущей пятницы. Берегите себя, пожалуйста, и хотя бы по 15 минут в день, утром, вечером или в обед. Ну смотрите на себя правдиво, но не придумывайте всякие вот эти сказки. Хорошо? Я очень буду надеяться. Хороших выходных. Всего доброго.